Сегодня каждый может быть успешным. Каждый может заниматься любимым делом. Создание своего бизнеса – это способ изменить свою жизнь к лучшему. Но открывая свое дело, предприниматель должен понимать, что ему придется столкнуться со множеством трудностей и очень много времени уделять работе. Например, всем известно, что лето – это время отдыха и отпусков. Так и хочется понежиться на солнышке или позажигать ночью на вечеринках. Но молодых предпринимателей не манит горячий песок и ритмичные саундтреки. Им нужны новые знания, которые помогут им развить свой бизнес. Именно для таких людей Департамент экономического развития торговли и труда Курганской области и областной бизнес-инкубатор уже третий год подряд проводят бизнес-лагерь Курганской области. Что такое бизнес-лагерь? Это региональный аналог знаменитого Селигера, не уступающий ему о содержательной части. Он дает возможность молодым предпринимателям, не выезжая за пределы области, получить необходимые знания для развития, заявить о себе и о своем бизнесе. Основное его предназначение – это дать ребятам возможность получить новые знания, при этом в доступной для них форме, в такой неформальной обстановке. Летом, когда на улице жара и плавится асфальт, молодые предприниматели за Уралия предпочитают не отдыхать, а развиваться. В августе стало уже традиционным проводить молодежный бизнес-лагерь за Уралия. В этом году он третий по счету. И я готов приветствовать вас на третьем молодежном бизнес-лагере. Ваши аплодисменты! Бизнес-лагерь – это своя уникальная атмосфера. Недаром говорится, что для того, чтобы стать успешным, необходимо окружать себя успешными людьми. Здесь такое окружение гарантировано. Лучшие молодые предприниматели за Уралия, федеральные бизнес-тренеры и конкурс предпринимательских проектов по итогам мероприятия. Самое главное, я хочу, чтобы вы от того процесса, который в течение трех дней, в котором вы будете участвовать, вы получали максимум удовольствия. Торжественную миссию поднять флаг мероприятия выполнили победители предыдущих двух бизнес-лагерей – Евгений Стерхов и Марина Подкорытова. Зелитная погода. Уже несколько раз проголосил я сегодня галстук. Хотя вот хотелось бы прийти неофициально, но Исупов, а тут Маскель говорит, обязательно надо приходить официально. И вот объявлен старт работы бизнес-лагеря. Этот символический огонь будет гореть на протяжении всех трех дней. Ну, такая официальная часть приветственного закончилась. Я могу теперь снять галстук. Достаточно. А теперь, конечно, всем нужно познакомиться. В этом году с шести субъектов Российской Федерации сюда приехало порядка 150 молодых предпринимателей. Участники по очереди представляются и рассказывают друг другу о своем бизнесе. После соблюдения всех формальностей ребята готовы окунуться в атмосферу общения и развития. Специальным гостью мероприятия стал известный бизнес-тренер Барри Алибасов-младший. Мы с вами находимся на третьем молодежном бизнес-лагере за Уралье. Здесь практически все успешные молодые предприниматели Турганской области, гости из Челябинска, Тюмени. Приехало огромное количество вип-гостей с самых разных уголков страны. Находимся мы здесь, кстати, в том же месте очень необычном. Это лицеи для одаренных, это вот вся вот эта вот территория, это территория школы фактически. Школы-лицеи для одаренных детей. И вот сегодня здесь, конечно, одаренные не дети. Основная тема бизнес-лагеря в этом году – современные технологии в бизнесе. Участникам было предложено несколько образовательных площадок. Интернет спасет бизнес. Школа успешных продаж и технологии воодушевляющего руководства, из которых они выбирали наиболее актуальную тему для своего бизнеса. Что в первую очередь бросается в глаза на занятиях для бизнесменов – неотключенные телефоны. Организаторы относятся к этому с пониманием. Ведь от того, насколько оперативно они смогут принять решение, зависит будущее их бизнеса. Владимир Дианов и Александр Чуваев – бизнес-тренеры, ответственные за секцию технологии воодушевляющего руководства. Два мира – два способа подачи материала. Владелец группы компаний «Красная стрела» и эксперт по бизнес-играм, параллельно снимающий фильмы. «Зрелость против молодости» – практика против теории. Что ж, а здесь на сцене вещает еще один человечище. Наверное, самый богатый из преподавателей форума, самый успешный – это Владимир Дианов. Владимир Дианов – это владелец нескольких бизнесов. Он из города Калининград. И он приехал рассказывать ребятам, как построить шикарный и успешный бизнес. Он в своей жизни и сохранил бизнес, отбив его у чеченских бандитов. И побыл депутатом. И сегодня он делится всем своим опытом с ребятами. Один из самых успешных региональных ритейлеров – Владимир Дианов – делился с публикой секретами управления торговым бизнесом. Сейчас мы к нему подойдем. Владимир, можно буквально зайти к вам на сцену поздороваться и убежать? О, Барри! АПЛОДИСМЕНТЫ Задавайте Вове больше вопросов. Наблюдая за Владимиром, понимаешь, что самый надежный источник знаний – опыт. А вы у него спрашивали, как он сохранил свой бизнес от чеченских бандитов? Самым ярким в его выступлении стало заявление о том, что успеха в предпринимательском деле не достичь без развития кругозора и путешествий. Чего не хватает предпринимателей? Он здесь на месте посмотрел. Я вас спросил слушатель, я говорю, кто из вас был за границей? Подняли руки треть. Я говорю, а кто был вообще в соседних областях? Даже в соседних областях люди не были. Больше изучайте, больше смотрите, больше набирайтесь опыта. Не важно придумать что-то, все уже давным-давно придумано. Подсмотрите это в другом месте, привнесите сюда. Главное просто ходить и наблюдать, постоянно в таком поиске быть. И эти фишки очень часто выстреливают просто на ура. Мягкий, улыбчивый, деликатный Александр Чуваев моложе многих присутствующих. Он рассказывает о том, что в команде очень важно правильно распределить роли, делегируя не только обязанности, но и ответственность. Необходимым условием для этого Александр видит создание в коллективе нормальных, партнерских, адекватных отношений. Мы с вами говорили на тренинге по воодушевающему руководству о том, что если вы строите команду правильно, и в основе работы лежит доверие, то в принципе люди абсолютно адекватные существа, и они принимают этот факт, и они дальше для себя могут делать выбор. Я могу тоже пытаться заработать на машину. Есть вот такие открытые условия в компании. Почему директор столько зарабатывает? Потому что он делает вот это, вот это и вот это. Какие для меня условия, чтобы я тоже много зарабатывал? И дальше для себя человек уже может сделать выбор. Либо я хочу себе тоже X5, и тогда я начинаю вкалывать. Либо я все-таки не хочу. Помимо своей образовательной площадки, он провел две бизнес-игры. Президент и олигарх. В результате были определены самые предприимчивые и активные участники бизнес-лагеря. Илья Жердер фантастический специалист. Это, наверное, самый хитрющий человек по заработку денег, потому что он мудряется зарабатывать огромное количество денег с помощью интернета, ничего фактически не производя исключительно на информации. Илья Жердер, наверное, один из немногих, если не единственный специалист в России, кто научился продвигать интернет-проекты, да и не только интернет-проекты, не с помощью обычной рекламы, а с помощью интересного, полезного контента. Илья Жердер учил предпринимателей, каким образом можно развивать бизнес при помощи интернет-технологии с минимальными инвестициями. Особенно подробно остановился Илья на том, как можно быстро заработать необходимый стартовый капитал, избежав необходимости брать кредит. Как я сегодня говорил, интернет – это кнопка увеличения. Просто я свою ключевую компетенцию за счет интернета масштабирую. А на главной сцене провел мастер-класс «Совершенная модель бизнеса» один из самых ярких экспертов форума – Барри Алибасов-Бладший. Бизнес-тренер подошел к подаче информации основательно, приводя очень много примеров из жизни. Вот такие вот сегодня условия современной экономики. Предложений куча, а реальных людей, которые реально смогут сделать то, что написано у них в предложении, нет практически их не соскать днем с огнем. В итоге участники пришли к пониманию, что в современных реалиях нужно делать свою компанию лидером какого-то определенного сегмента, бизнеса или региона. В завершении выступления Барри ответил на вопросы слушателей и даже оставил свой номер мобильного телефона. Теперь все желающие могут получить консультации эксперта и вне форума. Но самым ценным молодые предприниматели все-таки считают общение в неформальной обстановке. Одной из таких возможностей стало ток-шоу со всеми бизнес-тренерами. Участники лагеря задают вопросы, спикеры пытаются быстро на них отвечать. Всем хочется придумать что-нибудь покаверзнее. Попали чудесное уральское место с чудесной природой. Мы увидели сразу же очень много позитивно настроенных, молодых, активных. Мне кажется, даже сразу видно в глазах есть какая-то идея, цель, к чему идут люди. То есть это было такое первое впечатление. Есть какой-то эмоциональный настрой, что дальше будет еще круче. Ну и на самом деле что-то для себя нашла, увидела. В такой атмосфере и пролетел первый день лагеря. Участники отправляются спать. Конечно, с утра сложно проснуться. Здесь участникам поможет зарядка. После зарядки ребят посетили важные гости. Приехали Алексей Кокорин, губернатор за Уралья, и Сергей Пугин, директор областного департамента экономического развития, торговли и труда. Беседовать один на один с толпой молодежи и изъеденное чинопочитанием всегда большой риск. Вопросы прямые, ответы не подготовлены. Добрый день с вами, ребята. Я рад приветствовать вас на данном мероприятии. Я знаю, что вы уже работаете второй день. Хотелось бы, чтобы в Кургане, в Курганской области появилась интересная и новая концепция, так скажем, база для активного отдыха, где будет все включено. К вам обратились, получили положительный ответ, но на сегодняшний день в архитектуре никаких продвижений нет, и я не понимаю, как действовать, куда сейчас обращаться. У нас с момента подачи заявления до получения не просто положительного заключения, а предоставления или в аренду и выкупа земли, это было более года. Но первое, что удалось уже сделать, как минимум на 4,5 месяца сократить прохождение. Почему? Потому что мы убрали согласование с областной администрацией, с правительственной области. А ваш вопрос я возьму на контроль. Хорошо? Спасибо. На встрече Алексей Геннадьевич рассказал, что несколько лет возглавлял крупное многопрофильное предприятие. Участники лагеря поинтересовались у него, чем отличается бизнес 90-х годов от бизнеса 21-го века. Проще, наверное, ни тогда, ни сейчас не было, потому что во время накладывать соответствующий отпечаток. Я хорошо помню, когда один из самых первых, наверное, коммерческих магазинов открывал от Курганской области, и точно первый в городе Шадринске. Это магазин по продаже запчастей для легковых автомобилей. Но уже через месяц мне этот магазин, конечно, сожгли. Все это мы проходили в 90-х. Я думаю, что сейчас рынок и бизнес более цивилизован. И я думаю, что ответственность и в то время была, и сложности соответствующие и сейчас. Но в любом случае я вам желаю успехов и счастливого просветания тому виду бизнеса, которым вы занимаетесь. После встречи с предпринимателями Алексей Геннадьевич поделился с нами своим видением будущего области. Первое, с чего мы начали свою деятельность, это сделать так, чтобы Курганская область имела хорошую инвестиционную привлекательность. Это очень важно. Мы убеждены, что только при открытии новых современных технологических предприятий, при создании новых рабочих мест, высокооплачиваемых рабочих мест, мы сможем в ближайшее время значительно улучшить и экономическую ситуацию на территории Курганской области. Но и нужно создать конкурентную, равную среду для тех предприятий, которые на сегодняшний день существуют и активно работают на территории Курганской области. Вечер выдался просто отличным. Для того, чтобы лагерь запомнился не только общением, но и яркими эмоциями, организаторы форума подготовили множество разнообразных развлечений. Участники прошли командообразующий тренинг, веревочный курс, смогли покататься на квадроциклах, поиграть в волейбол, мини-гольф, иксбокс, настольный футбол и шахматы. А перед сном ребята посмотрели фильм о истории восхождения одного из самых успешных бизнесменов – Стива Джобса. Департамент экономического развития торговли и труда Курганской области и областной бизнес-инкубатор уже третий год подряд проводят бизнес-лагерь Курганской области. Негативных оценок нет. Есть замечания, есть пожелания. Это тоже хорошо, обратная связь – это очень важный момент нашей деятельности. Поэтому учтем, в следующем году проведем не менее масштабный, а может быть более интересный. Инициатива была Департамент экономического развития торговли и труда Курганской области, правительства Курганской области, бизнес-инкубатора Курганской области и предпринимательского сообщества. То есть всех тех ребят, которые как раз нуждаются в общении, хотят общаться и развиваться вместе. Подготовку лагеря к приезду участников осуществляла управляющая компания «Бизнес-менеджмент-консалтинг-групп». Хотелось бы поблагодарить оператора «БИМС-групп» Владимир, как всегда, на высоте. Организация «Бизнес-лагеря» занимала достаточно большое количество времени членов нашей команды. В нашей команде состояло порядка 20 человек, куда входили представители «БИМС-групп», бизнес-инкубатора Курганской области и правительства Курганской области. Все вместе дружной командой старались сделать бизнес-лагерь интересным и запоминающимся для участников. Образовательная часть лагеря закончилась. Уже можно подвести кое-какие итоги. Был ли полезен лагерь для его непосредственных участников? Узнали ли они что-то новое? Что скажут предприниматели? Понравилось именно то, что люди здесь открыты. Никак на небольших конференциях однодневных, где люди еще не успевают познакомиться между собой, это провести некоторый нетворкинг и так далее. Эти бизнес-игры, они тоже способствуют коммуникации между собой. Впервые на таком форуме очень все мне понравилось. В будущем я надеюсь попасть сюда снова. Во-первых, атмосфера хорошая. Для меня, как человек из образования, здесь много увидел того, что я бы хотел применить на своих занятиях. Понравился это звезды, это Барри Алибасов младший, да, то есть его тренинг, мастер-класс. Человек очень открытый, как рассказывает. Просто даже, может быть, не сам материал важен, а вот именно его подача, то есть легкость, вот эта открытость. Что не понравилось? Да все понравилось. Единственное, что не понравилось, это то, что паркинг неохраняемый. Субтитры сделал DimaTorzok Апофеозом лагеря стал конкурс по защите собственных проектов. На кону три приза в 20 тысяч рублей. Почетная грамота и признание коллег. А возможная заинтересованность какого-либо инвестора. Экспертная комиссия оценивала молодых людей по многим критериям. От предпринимательских качеств участника до реалистичности воплощения. На церемонии закрытия лагеря были подведены итоги конкурса. Ну что же, теперь нашим выступающим предстоит очень почетная миссия. Во-первых, озвучить, и во-вторых, наградить героев третьего молодежного бизнес-лагеря за Урале. И им становится Семен Владимирович Галашейкин. Галашейкиным Семеном уже создан контактный зоопарк, развлекательный и веревочный парк. Проект «Свадебный комплекс» включает в себя предложение благоустройства парка в центре города и создание уникальной инфраструктуры, посвященной свадебной церемонии. В части этого парка представляет собой контактный зоопарк. В прошлом году открылся веревочный парк. Главное появились карусели, батуты, аттракционы. И глава города увидел, что мы работаем, согласно, и дал возможность расширяться. И с полторы тысячи квадратных метров мы преобразовались в 1,2 гектара. Горохов Никита представил действующий бизнес «Веген Бар» с изысканными вегетарианскими блюдами, уникальной природной упаковкой и экологическим стилем оформления кафе. Я действительно разбираюсь в своем деле. Мне очень легко было выступать на публике. Более того, в жюри сидели компетентные люди, такие как Владимир, Барри Алибасов, другие ребята, там, Александр. Это те наши бизнес-тренеры, которые на протяжении трехдневного нашего лагеря они помогали собрать силы, волю в кулак, придумать какие-то фишки, ходы и так далее. Жилкина Ольга представила проект, который каждый день радует жителей Заозерного. Центр раннего развития детей «Я сам». Центр отличается от других технологий раннего, а не дошкольного развития детей с применением современных педагогических методов. Вообще я очень редко что-то выигрываю, вот, поэтому как бы не поверила. А когда действительно уже сказали, огласили, сначала, наверное, такое несколько секундное замешательство, а потом, конечно, радость, радость и гордость, гордость и свой центр, потому что это не моя победа, это победа моих педагогов. Лагерь проводится в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Поэтому церемонию закрытия посетил заместитель руководителя программы Александр Грищенко. Изюминка в бизнес-лагере Заурале, как мне кажется, это особая душевность, особая атмосфера, особый настрой, который здесь царит, как в рядах организаторов, так и в рядах участников. Проекты супер, мне все очень понравилось. Удивило то, что из 20, все 20 абсолютно все реализуемы. То есть ни про один проект нельзя сказать, что это точно не получится, это не состоится. Все готовы к реализации, все надо просто брать и делать. Удивили отрасли, это там от IT, сфера услуг, строительство. Удивила география, областные центры, районные центры, небольшие поселки. В этом качество проектов очень высокое. Впервые за всю историю, наверное, Курганская область вошла в нас число шести регионов с наивысшим рейтингом по эффективности реализации мероприятий по вот этой вот федеральной программе «Ты предприниматель». Это очень лестно, но при этом это и ответственно, поскольку завоевать первое место легче, чем его удержать. На этом бизнес-лагерь завершил свою работу. Красивой финальной точкой стал запуск символичного шара с обращением к жителям Зауралья от молодых предпринимателей. Просто не знаю, как свои эмоции выразить, и это вот, наверное, высшая ценность, которую ты видишь по окончании мероприятия, когда ты видишь счастливые, удовлетворенные, полные одновременно знаний, усталости, значит, такой приятный, глаза вот этих вот молодых людей, которые едут домой, не с целью того, чтобы поспать и в понедельник пойти на работу, а с целью, чтобы сегодня приехать, накидать кучу-кучу-кучу планов, а в понедельник просто выйти, да, и все перевернуть и в бизнесе, и в городе своем. И вот это вот та ценность, ради которой вообще все мы это делаем. Главный вопрос, который задают себе все участники, быть ли четвертому бизнес-лагерю? Мы уже сегодня запустили в небо некое послание к участникам четвертого бизнес-лагеря, некое предпринимательское такое обращение с потрясающими словами, которое именно вот адресовано тем участникам, которые уже через год приедут. Мы понимаем, что, наверное, основным аспектом нашей деятельности, в том числе по развитию предпринимательства, должно стать акцент на молодежь. Поэтому совершенствовали мероприятия, расширяли их количество, расширяли возможности наши, исходя из тех приоритетов, которые перед собой ставили. На сегодня можно сказать с уверенностью, что мы достигли, наверное, того, чего хотели. Субтитры создавал DimaTorzok